Администрация округа провела очередную выездную встречу с жителями. Было очень много обращений от жителей, детская площадка была травмоопасной. Еще одна детская площадка по губернаторской программе появится в Томилино. Очень хорошо, очень удобно, то, что на свежем воздухе люди могут погулять и зайти в этот пункт здоровья и проверить свое здоровье. В центральном парке расположился специальный мобильный медицинский комплекс. У нас очень простая задача, чтобы ребята в первую очередь сыграли с нами, получили удовольствие, а мы показали какие-то маленькие приемчики футбольные. Жители Люберец сыграли с легендами российского футбола. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители силовых и экстренных служб, а также подразделения социального блока проинформировали о работе, проделанной за неделю. Детали далее. За прошедшую неделю в управление МВД Люберецкое поступило 2000 обращений граждан. Возбуждено 26 уголовных дел. 20 из них раскрыто по горячим следам. Произошло 125 ДТП. Пострадавших нет. На особом контроле у сотрудников полиции места массового отдыха, парки и карьеры. Отдельное направление в работе – дистанционное мошенничество. Мы и по телевидению, и в газетах, и в администрациях с управляющими компаниями расклеиваем листовки для того, чтобы не совершались дистанционное мошенничество. Но народ или не слышит, или не понимает. Идут в банк, опять берут кредиты, отправляют к каким-то неизвестным людям. Огнеборцы за неделю совершили 30 выездов. Ликвидировали 6 возгораний. В городском округе Люберца горели сараи, баня, а также квартиры. Загорание лоджии на 22 этаже на площади 6 квадратных метров, в квартире номер 82, также закоптились кухни и потолок. В квартире на площади 5 квадратных метров обгорел утеплитель между 15 и 16 этажем на площади 2 квадратных метров, а также закоптился фасад здания с 21 по 25 этаж. Для коммунальщиков неделя выдалась спокойной. Аварийных отключений электроэнергии, водоснабжения и газа не было. В ежедневном режиме ведется обработка обращений граждан, перерасчеты по начислениям за жилищно-коммунальные услуги. Также ведется мониторинг обращений поступивших по системе цедент. За прошедший период основная масса обращений у нас поступила по управляющей компании «Теплолюб», уборка мест общего пользования и также незначительное количество два обращения управляющей компанией «Содействие», тоже уборка мест общего пользования и одно обращение по тематике обслуживания на квартирных домах. Всего было заслушано 10 докладов. Руководители, заместители и эксперты проинформировали о проделанной работе в сфере благоустройства, здравоохранения, спорта, содержания дорог и парков. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе прошла очередная встреча с жителями. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и сотрудникам правоохранительных органов. Какие вопросы волновали жителей, узнал Богдан Колесников. Встречу в формате выездной администрации провели на территории кадетской школы. Наибольшее количество обращений коснулись жилищно-коммунального комплекса, благоустройства дворов, скверов и парков. Татьяна Понятова часто прогуливается в Наташинских прудах. Это живописное место – одно из самых любимых у жителей округа. В тёплую погоду люперчане здесь загорают, катаются на лодках, катамаранах, подкармливают уток и чаек. Однако нынешнее состояние водоёмов беспокоит. Там же у нас была скважина, и она засорилась. В настоящее время мы совместно с пеками проводим определённую работу, и в ближайшее время трубу мы вычистим, и пруды наполны. В следующем году у нас там запланирована глобальная реконструкция и благоустройство. Нам выделяют определённую субсидию, так что парк ещё более преобразится. На встрече рассмотрены коллективные обращения и вопросы частного характера. Старожил округа Анатолий Иванович пришёл походатайствовать за соседа. Я хлопочу о газе для моего соседа, инвалидов второй группы, в Томилино. Он живёт на улице Пушкина. В общем, один, а помочь некому. Вот решил ему помочь в этом деле. Обращение зафиксировали и взяли в работу. На контроле и другие поступившие от жителей вопросы. Многие из них решили на месте. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается капитальный ремонт МКД в перечне работ. Замена лифтов, обновление кровель и реставрация инженерных систем. Также в этом году благодаря региональной программе более 30 жилых зданий получат новый облик за счёт ремонта фасадов. Как проходит эта работа и кто её выполняет, узнала Луиза Идиазарян. Эта высотка на улице Лорха-10 построена в 2008 году. Несмотря на столь маленький возраст, её признали аварийной. Жители жаловались на наличие трещин на фасаде. Состояние дома требовало незамедлительных действий. Вызвали специализированную организацию, провели комплексное обследование жилого дома на качество кладки. И после этого получили заключение о том, что кладка находится в не очень хорошем состоянии и требует замены. К работе подключилась комиссия по чрезвычайным ситуациям. 16-этажное здание досрочно вошло в программу капремонта. Генеральный подрядчик по реконструкции фасада – Люберецкий городской жилищный трест. Здесь обнаружились такие проблемы, которые в зимний период, конечно, тоже будут доставлять неудобства жителям. Это будет холод в помещениях жилых. Поэтому, конечно, будем ускорять темпы работы, чтобы не допустить вот таких проблемных вопросов. Работа предстоит колоссальная. Чтобы устранить все недочеты, придется демонтировать старый фасад и установить облегченный вентилируемый. Это один из самых современных и надежных способов отделки стен здания. Будет тепло, потому что это вентилируемый фасад. У них уже не будет ни промерзаний, ни замерзания. Температура в квартирах будет стабильная, что зимой, что летом. Во-вторых, это будет визуально красиво. И самое главное – это будет безопасно. Такой же фасад устанавливают в доме 57 на улице 8 Марта. Жители многоэтажки, построенной более 30 лет назад, жаловались на холод в квартирах. Я даже писал заявление. Стены влажные были. Ну, обои как бы. Ну и на стенах, где была краска, тоже конденсат наблюдался. Данное утепление позволит сделать дом теплым, чтобы жители могли экономить на все-таки отоплении. Керамогранит все-таки защищает от воздействия внешних факторов. А еще новый фасад поменяет внешний вид дома. Его можно оценить уже сейчас. На одной части здания работа выполнена. Соответственно, мы привлекли проектную организацию, выполнили проект, согласовали колористическое решение, как с собственниками, так же утвердили его в администрации городского округа, в архитектуре. И приступили к работам. Уже недельно приезжаю на объект. Соответственно, смотрим, нет ли строительного мусора, какие работы ведут рабочие. То есть, согласно СМЕД, проверяем работы все. И замечаний по работам у меня совершенно нет. Площадь фасада более 11 тысяч квадратных метров. Над его реставрацией работают четыре бригады. Завершить ремонт планируют в конце сентября. Уиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Волков посетил микрорайон «Самолет», где проинспектировал ход подготовки котельной к отопительному периоду. Подробности рабочей поездки в материале моих коллег. Котельная введена в эксплуатацию в 2015 году. В двух ангарах установлено по три агрегата. У каждого работают мастера. Котельная новая, большая. На самом деле объем тоже большой. Почему? Потому что котельная снабжает порядка 185 тысяч населений жителей. У нас 85 – это только потребителей находятся. Плюс 4 – детских сада. Дальше у нас находятся три школы. Объект очень важный. Установки практически новые. Поэтому говорить о серьезном ремонте не стоит. Это больше ревизия. Плановая остановка для промывки котлового оборудования и осмотра запорно-регулирующей арматуры. При необходимости мелкий ремонт. Очищаем от старой смазки. Смотрим износ. Смотрим. Вот тут грязь набилась. Вот мы достали сейчас, почистили. Сейчас мы будем потом чуть-чуть попозже грязь убирать. Вот. И вот сервопривод потом тоже сюда поставим. Вот. Вот такая профилактическая работа необходима для надежной работы оборудования. Горелки, установленные на котлах немецкого производства. Проблем с запчастями нет. Профилактические работы идут в соответствии с графиком. Срок ревизии оборудования сократили с 14 до 10 дней. Это приятно. Приятно для жителей. Мы ждем пуска. И, конечно же, это оборудование и этот коллектив работает очень профессионально. На зимний сезон полностью котельная готова на 100%. Работы в котельной завершатся 28 июля. На этот день запланирован ее запуск и возобновление подачи горячей воды. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В рамках концепции развития фирменного стиля «Мострансавто» обеспечивает структурные подразделения брендированными автошинами. Люберецкий филиал «Мострансавто» получил очередную партию корпоративных покрышек. Как продвигается работа по переобувке автобусов, узнала наша съемочная группа. Брендированные покрышки – часть фирменного стиля «Мострансавто». Люберецкий филиал получает их по мере необходимости. С марта поступило 220 единиц. Последняя партия – 30 штук. Мы в обязательном порядке следим за стоянием резины, меняем их планомерно. Специалисты технической службы занимаются переобувкой как на территории Люберецкого филиала, так и в наших производственных базах. Это в городе Латкарин и в городе Жуковский. Люберецкий филиал заказывает корпоративные покрышки всех имеющихся размеров – для автобусов малого, среднего и большого класса. Основная доля приходится на Лиазы и Галазы. На складе предприятия для плановой замены изношенных автошин сформирован резерв. Последней партии хватит, чтобы переобуть 5-6 автобусов. Бортировкой занимается Вадим Попков. Процедура длится не более пяти минут. Подгон покрышки и диска происходит на разбортировочном станке. Чтобы не порвать покрышку, и легче, чтобы она села на диск. Обязательно помазать мыльным раствором. Автопарк Люберецкого филиала «Мострансавто» насчитывает более 350 единиц. Ежедневно на маршруты выезжают 314 автобусов. 280 из них стараниями Вадима и его коллег уже переобуты. Гарантия на покрышки – 5 лет. Качество покрышек отличное. Они разработаны с учетом характерных для пассажирских перевозок повышенных нагрузок. Они устойчивы к проколам, к порезам, к износу боковин. У них отличные дорожные качества. Они отлично держат дорогу, повышают комфорт вождения и пригодны при любых погодных условиях. В день мастер бортирует от 10 до 15 автошин. В Люберецком филиале прогнозируют, что с учетом темпов работы и необходимости в новых брендированных покрышках весь автопарк предприятия удастся переобуть к концу года. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Защитникам с любовью. Союз женщин России продолжает сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, принимающих участие в специальной операции на Украине. Очередная партия уже готова к отправке на Донбасс. Подробности в сюжете нашего корреспондента. В этих коробках теплые носки, белье, вода, сладкие подарки и частичка материнского тепла. С начала спецоперации на Украине это уже вторая посылка для защитников от Союза женщин России. К благотворительной акции присоединились многие отделения общественной организации в Московской области. Самыми активными оказались люберецкие женщины. У нас у каждой есть сыновья, ребята, которые там служат вдали от родины. И, конечно, они хотели бы какую-то весточку с родины. Хотим, чтобы наши ребята знали, что у них есть надежный тыл и что мы их очень ждем домой. А у Союза женщин, в свою очередь, тоже есть надежный тыл. Это люберецкие предприниматели, бизнесмены и общественники. Компании предоставляют в качестве гуманитарной помощи собственную продукцию и помогают решать вопросы с логистикой. Каждый вносит свою лепту в большое доброе дело. Из нашей пряжи вяжем носки. Ну, хотим тоже. Пусть это будет частичка тепла, частичка шерстяной пряжи, из овечьей шерсти, согреет ноги. Пусть в ночное время нашим ребятам-солдатам. Мы не можем быть равнодушными к этому. И, соответственно, я даже не знаю, как сказать. Мне кажется, это внутреннее состояние человека для того, чтобы какие-то добрые дела делать. Я думаю, что здесь как бы не только для меня, а для многих как бы это важно, потому что мы, когда общаемся с военачальниками, они как бы проговаривают о том, что необходимо нашим как бы унаслужащим, в чем нуждаются и чем мы можем помочь. Еще одна армия помощников – волонтеры городского округа Люберц. Из их участия не проходит ни одна благотворительная акция. Молодые люди помогают в сортировке, упаковке и погрузке к гуманитарной помощи. Я стараюсь помогать людям, потому что, как мне сказал один очень хороший человек, относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это помощь, как минимум, в своей стране. А члены Союза Женщин России тем временем готовятся уже к следующей акции. Луиза Игия Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберца живет семья, которая взяла под опеку девятерых детей из Донбасса. Большую дружную семью навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ребят, всем привет! Здравствуйте! О большой семье Татьяны и Дмитрия Шемякины мечтали всегда. Они оба воспитывались в многодетных семьях. Имея своих маленьких двойняшек, прошли подготовку в школе приемных родителей. И органы опеки предложили им взять сразу девятерых братьев и сестер из Донецкой области. Шемякины согласились, не раздумывая. Очень хочется, чтобы дети все свои самые смелые мечты или зародки. Видно, как вы к ним относитесь. Я, конечно, поражал этим интересным случаем про вашего племянника, который два года назад нарисовал семью вашу из 11 плюс 2. Дома родителей 11 детей. Младшему ребенку 3 года, старшему 15. С первых дней все называют Дмитрия папой, Татьяну мамой. Девочки очень дружные. Они очень мне помогают и с малышами погулять, и переодеть, кого-то заплести, и посуду помыть, и стол накрыть. Мальчики территорию убирают, с папой ходят. Мы уже распределили обязанности такие вот семейные, кто за что отвечает. Красивый дом, очень много места. Есть где поиграть. Мне нравится, когда сосиски нам жарят, мы едим, да, кабасу. Потом нам гречневую кашу, малышам всегда делают кашу, или манну, или гречневую они кушают. Всегда, когда вот видите, нам они фрукты кушают, когда проголодают. Пока малыши спят после обеда, старший во дворе выполняет трюки на самокатах и рассекает по дорожкам на велосипедах. Испытывают подарки от губернатора. У нас слушаются дети, у нас нет такого, да, вот мы на улице, как бы все стоим на ушах, а дома у нас мы заходим, как бы разуваемся у порога, да, все моем ручки, как положено, садимся, мы кушаем обязательно все за одним столом. В семье, наверное, самое главное у нас – это дружба, забота друг о друге, дети, любовь, гармония. Что может быть лучше? Вот этого всего. Администрация округа помогла с зачислением в детские сады, школы и с прикреплением к поликлинике. Планов у ребят много. Девочки будут заниматься танцами, гимнастикой и плаванием, а мальчишки – боксом, футболом и каратэ. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Также Андрей Воробьев посетил учителя Юлию Моисееву и вручил сертификат на жилье по программе «Социальная ипотека». Тему продолжит наш корреспондент. Здравствуйте! Здравствуйте! Я к вам! Спасибо большое! Я очень рада! Семья Юлии Моисеевой – это два человека. Она и сын. Егору 10 лет. Живут в двухкомнатной квартире. Жилье не свое. Просто знакомые пустили меня пожить. Сложилась такая ситуация, что нам с ребенком негде было жить. И мне помогли родители моих учеников через знакомых. О своем доме семья Моисеевых мечтает много лет. Но вопрос до сего дня оставался неподъемным. Юлия говорит, что для нее участие в губернаторской программе – единственная возможность приобрести квартиру. Потому что, ну, как бы сейчас в современном мире ипотеки все не всем одобряют, но когда ты имеешь возможность пройти несколько этапов подачи документов, собеседования и победить в этом проекте, то вручается вот такой сертификат. В феврале Юлия подала документы. Их приняли и утвердили. Потом было собеседование. На одно место претендовало два человека. Сегодня я приехал к вам в вашу скромную квартирку вручить сертификат по социальной ипотеке, который у нас получают самые люди благородных профессий. Это и врачи, и учителя. Я хочу вас поблагодарить в вашем лице всех педагогов. Когда мы получили только письмо, мы уже прыгали от радости. А приезд к губернатору я, конечно, не ожидала, но пообщавшись с ним, поняла, что он готов помогать учителям, что он нас слышит. И ощущение радости полета, ощущение того, что сбылась мечта. Варианты Юлия начала подбирать еще до получения документа. Планирует приобрести квартиру 40-45 квадратов в новостройке в Томилине или Краскове. Первым, кого Юлия Моисеева пригласила на новоселье, стал Андрей Воробьев. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ремонт школ в Люберцах выходит на финишную прямую. Одна из них – гимназия номер 24 на Красногорской улице. Комиссия в составе исполняющего обязанности главы округа Владимира Волкова, начальника управления образования Виктории Бунтина и депутатов Люберец, проверила ход работы и соблюдение сроков. Подробнее в следующем сюжете. Гимназия номер 24 – трехэтажное здание из белого кирпича с большими окнами. Построено в 1962 году. В октябре она отметит свое 60-летие. Косметические ремонты проводились ежегодно. Такой – в первый раз. В этом году у нас глобальные ремонты, я считаю. Это две входные конструкции, капитальный ремонт пищеблока. И самое великое, наверное, наше достояние – это наше спортивное ядро, которое у нас построено. Спортивное ядро включает в себя футбольное поле с искусственным газоном, баскетбольную и волейбольную площадки, зону воркаута. Несмотря на то, что работы по строительству стадиона начались месяц назад, сейчас они уже на финальной стадии. Самое приятное, что этот стадион по программе губернатора будет открыт также и для жителей этого микрорайона. Сюда можно прийти позаниматься спортом, бегом, футболом, заняться силовыми упражнениями на площадке воркаута. Окончание ремонта пищеблока и крылец намечено на конец августа, чтобы 1 сентября 870 учеников смогли вновь прийти в свою любимую, но уже обновленную гимназию. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В микрорайоне Красная Горка в рамках госпрограммы Подмосковья строительства объектов социальной инфраструктуры и партпроекта «Единой России. Новая школа» продолжается строительство детского сада на 350 мест. Готов плитный фундамент, идет возведение стен подвала. Ход работ проинспектировал секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Ружицкий. Площадь объекта 4806 квадратных метров. Площадка полна строителей. Работает два инженерно-технических работника, две единицы техники и 25 рабочих. Основной на моторах, сейчас процесс идет мотор вязать, там плотников работают 5 человек и остальным монтажникам еще 5 человек. Как говорят строители, объект находится на выходе из земли. Работы стартовали в апреле. В настоящее время основные силы брошены на монтаж опалубки для заливки стен подвала и на подготовку к последующему бетонированию. Несколько стен подвального помещения уже возведены. На данном этапе полностью выполнены монолитные работы по устройству фундаментной плиты. Сейчас идет устройство несущих конструкций подвала и перекрытие подвала. Строители вяжут арматуру на площадке, предназначенной для установки башенного крана. Работа будет завершена в течение двух дней. Затем зальют бетонный фундамент толщиной более метра. Все у графики, потому что мы планируем во втором квартале следующего года, это 23-й год, это детский садик сдать, это 350 мест. Здесь садик крайне востребован, потому что по сути микрорайон заселен, детишек много. По словам Владимира Ружицкого, с точки зрения инженерии вопросов на объекте нет. Электроэнергией он обеспечен. Тепло будет подведено в сентябре. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе продолжают комплексно благоустраивать дворовые территории. В 39 дворах в этом году установят современные детские игровые комплексы и спортивные площадки в рамках партийного проекта «Единой России. Городская среда». Ход работ на улице Гаршина в поселке Томилино проинспектировал секретарь местного отделения партии Владимир Ружицкий. Детская площадка у дома номер один по улице Гаршина была установлена очень давно. Со временем многие ее элементы износились, поэтому родители перестали сюда водить детей. Было очень много обращений от жителей. Детская площадка была травмоопасна здесь. Собственно говоря, включили ее в список на благоустройство детской игровой площадки по программе губернатора Андреевича Воробьева «Наша Подмосковья». При обустройстве нового игрового пространства территорию площадки увеличили до 450 квадратных метров. К монтажу элементов приступили в середине июля. Установили горку, качели, карусели и веревочный парк. Чтобы покрытие служило долго, рабочие нанесли слой резиновой крошки. Теперь приступают к нанесению основного покрытия. Площадки мы выбираем или дворы мы выбираем, исходя из мониторинга социальных сетей, исходя из обращений жителей. А также эти вопросы поднимают, решают наши депутаты, депутатский корпус, есть общественная палата. То есть там, где мы видим, где идет максимальное количество обращений, и в совокупии, конечно, в итоге принимаем такое коллегиальное решение, где какие площадки строить, оборудовать. Кроме детской площадки на улице Гаршина, в округе по губернаторской программе установят еще семь. По трем адресам работы уже завершены. Всего в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий новые детские спортивные площадки в этом году появятся в 39 дворах. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Очередная партия нового медицинского оборудования поступила в Люберецкую областную больницу. Оснастили неврологическое и хирургическое отделения. Исполняющий обязанности главы Владимир Волков посетил медучреждение и пообщался с врачами. Часть столов стоит сейчас в готовящейся неврологической операционной, которая будет функциональна при открытии хирургических слоев и для сочинностей хирургических. В оперблоке установили современные шкафы для стерилизации и хранения медицинских инструментов. Обновили в отделении и операционные столы. Они многофункциональны, оснащены всеми необходимыми приставками для выполнения различных вмешательств, нейрохирургических, сосудистых, травматологических. В ближайшие месяцы в стационаре планируют открыть нейрохирургическое отделение. Кабинеты уже оснащают. Начали с операционной. В ней будет выполняться операция на головном мозге. Это при аневризмах артерии головного мозга. Аневризм – это расширение сосудов, которое грозит разрывом и инсультам, геморрагическим либо ишемическим. Кабинет лечебной физкультуры неврологического отделения оснастили реабилитационными тренажёрами. Они помогают пациентам быстрее восстановиться после инсульта. Наши больные, которые проходят у нас лечение, занимают первое место по инвалидизации. И, конечно, они выпадают из строя. Качество жизни их значительно снижается после перенесенного инсульта. И хотелось бы, чтобы реабилитация происходила в кратчайшие сроки, как предписано нашим Министерством здравоохранения, и то, что выполняется уже в нашей больнице. Занятия на этих тренажёрах помогут быстрее вернуться к нормальной жизни людям, перенёсшим инсульт, и пациентам, у которых нарушились функции рук и ног после травмы. Наши больницы постоянно находятся в улучшении, модернизации, поступает новое оборудование, производятся ремонты палат и операционных. И вот это вот оборудование, которое поступит до конца года, это, конечно же, будет новый этап развития и новый шаг в медицинском обслуживании. Всего в Люберецкую больницу до конца года поступит более 200 единиц медицинского оборудования. На общую сумму 650 миллионов рублей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Болезнь легче предупредить, чем лечить, не устают повторять врачи. Сделать это призвано диспансеризацией. Но пойти в поликлинику зачастую просто не хватает времени. Поэтому в Люберецкой областной больнице приняли решение установить мобильные медицинские пункты в парках. Подробнее в сюжете. В Центральном парке Люберец в эти выходные расположился специальный мобильный комплекс. До недавнего времени здесь можно было только привиться от коронавируса. Сейчас его функции расширены. Диспансеризация – это регулярный медицинский осмотр, который проводится для того, чтобы у пациентов найти ранние хронические заболевания, для того, чтобы своевременно начать лечение. И это очень здорово, что у пациентов есть такая возможность не только пройти диспансеризацию в поликлиниках, но и в таких вот медмобилях. Основной этап проверки – осмотр терапевта, ЭКГ, измерение артериального и внутриглазного давления. Если прийти натощак, сделают общий клинический анализ крови и биохимический – на сахар и холестерин. Ольга Популина два года назад переболела коронавирусом в тяжелой форме. Теперь за своим здоровьем следит особенно тщательно. Очень хорошо, очень удобно, то, что на свежем воздухе люди могут погулять и зайти в этот пункт здоровья и проверить свое здоровье. Ценация у меня уже пройдена. Просто проверили, мне сделали кардиограмму, проверили сатурацию, давление, внутриглазное давление. Также в мобильном комплексе можно было сдать экспресс-тест на гепатит С. Зачастую его течение проходит бессимптомно. Для этого анализа требуется слюна и несколько минут. Такое обследование врачи Люберецкой областной больницы на выезде проводят впервые. Потому что ведь не только он передается с медицинскими манипуляциями, но и плюс с немедицинскими манипуляциями. Это какие-то косметологические процедуры, татуировки на пирсе. И сейчас же очень многие привлекают к такой деятельности. Пациентов, у которых выявлены отклонения от нормы, направляют на углубленное обследование уже к узким специалистам. А для того, чтобы пройти первичную диспансеризацию в парках, необходимо захватить с собой на прогулку паспорт и медицинский полис. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Центральном парке состоялись ежегодные соревнования собак на Кубок Нового Легиона по общей дрессировке и защитно-караульной службе. Четвероногие хозяева очередной раз доказывали и показывали, как понимают друг друга, даже не с полуслова, а с полувзгляда. Насколько у них это получилось, наблюдала наша съемочная группа. В этом году впервые на Кубке Нового Легиона введена номинация «Почетный ветеран» в категории «Спорт». В увешанной медалями бархатной манишки немецкая овчарка «Зепп» принимает удостоверение этого почетного титула вместе со своим хозяином – тренером кинологического центра Николаем Минаевым. «Зеппу» скоро 9, и все эти годы – годы неустанных тренировок. «Это такая порода собак, которой нужно постоянное дело какое-то, постоянная нагрузка. Это специальные спортивные собаки. Им постоянно надо где-то участвовать, где-то бегать, прыгать. Ну и чтобы создать им полноценную жизнь, создать условия, пришлось идти заниматься». Специалисты уверены – тренировать нужно любую собаку. Неважно, собираетесь ли вы участвовать с ней в соревнованиях и показывать на выставках, или просто хотите иметь рядом умного питомца. «В первую очередь учим владельца понимать свою собаку. Учим владельца реагировать правильно на действия питомца, потому что собака показывает то поведение, которым ее научил человек или не научил человек. То есть, чтобы собака не была, скажем так, комнатным растением. То есть собаке недостаточно только выходить на улицу условно по своим делам, ей нужно обязательно общаться со своим хозяином». «Новый легион» – это различные виды дрессировки. От воспитания щенка до подготовки собаки к спорту. Судья всероссийской категории Татьяна Чижик судит уже 40 лет. Говорит, что с каждым годом требования растут. Но основная задача остается прежней – получить первую степень. То есть сдать экзамен на отлично. «Общий курс дрессировки – это ДСАФ для армии флота. Здесь подзыв, послушание полное от солдата, ну и от спортсмена. Естественно, преодоление всех препятствий, потому что собака должна быть крепкой и здоровой. Уметь выполнять все уставные и такие приказные команды». За кубок нового легиона по общему курсу дрессировки и защит на караульной службе в этом году состязались более сотни участников из разных регионов России. Ирина Иванова и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На стадионе инженерно-технологического лицея «Звезды отечественного футбола» встретились с командой жителей округа. Это очередной матч летней серии проектов «Выходи во двор», реализуемый по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Легендарные футболисты поделились своим опытом с подрастающим поколением. Спортсмены провели мастер-класс и мини-игры в формате 5 на 5 с воспитанниками люберецких футбольных секций. Многие начинающие футболисты мечтают добиться в спорте таких же высот, как их кумиры. Но для этого придется много работать. Мы были такими же детьми, тоже так же мечтали, поэтому мечтать, как говорится, это очень здорово. И то, что мы с ними сейчас играем, я думаю, для них это большой стимул и большой потенциал. Поэтому и большая мотивация. Поэтому я желаю всем ребятам успехов и не бояться себя проявлять. Есть такие поля, спокойно есть доступ. Ежедневно, ежечасно есть доступ к этим полям. Поэтому нужно отсюда не выходить. Нужно всегда после тренировки сюда приходить, играть, играть и не играть. Тогда будешь, станешь футболистом. Если сходить на тренировку, а потом сидеть в телефоне или в компьютере, ничего не добьешься. Вот здесь, вот только здесь можно чего-то добиться. Юные футболисты не отставали от именитых наставников. Прислушиваясь к советам, ребята продемонстрировали на поле умение маневрировать с мячом и делать обводки. Хорошая подготовка, нормально. Будут играть. У нас очень простая задача, чтобы ребята в первую очередь сыграли с нами, получили удовольствие. А мы показали какие-то маленькие приемчики футбольные. Александр Романов футболом занимается с 8 лет. А еще увлекается бегом. За его плечами десятки забегов на различные дистанции. В этом году спортсмен принял участие в легкоатлетическом проекте «Беговая лига Подмосковья». Выполняя спортивные задания и накопив наибольшее количество баллов, Александр стал победителем. Спасибо «Беговой лиге» о том, что действительно представили возможность участвовать в этом матче с легендами, с которыми я с самого детства слежу. И даже, наверное, представить себе никогда не мог, что бок о бок буду играть с Великим Тихоновым, с Великим Титовым, Ширковым. Футбольный матч в Люберцах собрал более 1500 зрителей и стал седьмой по счету игрой летней серии проекта «Выходи во двор». Очень позитивное мероприятие. Погода отличная, настроение великолепное. Микрорайон такой очень активный. Сегодня получилась достаточно такая эмоциональная, классная игра. Наш округ всегда был спортивным. Поэтому желаю всем хорошего настроения, заниматься спортом, получать кучу позитивных эмоций. Эта игра стала самой результативной в истории проекта. Болельщики увидели 15 мячей в сетках ворот. Со счетом 6-9 команда Люберчан в упорной борьбе уступила легендам футбола. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин